Итак, мы с вами сегодня изучаем, как чувство собственного достоинства связано с победой, с преодолением трудностей. В судьбе у человека есть три слоя. Каждый из слоев — это настройка на жизнь. Когда человек строит близкие отношения с кем-то, общается, сердечное общение, то в это время он сам того не знает, перенастраивает свою жизнь на один из этих слоев. Ну, допустим, поговорил, посплетничал о ком-то, перемывал косточки кому-то. Твоя судьба перешла в нижний слой. Ну, то есть у тебя там судьба одна, но где ты будешь жить в ней, неизвестно. Это сравнивается с тем, как человек в озере рыба плавает. Она может в тине плавать, в тине всю жизнь плавать. Может в среднем слое, а может в верхнем плавать. Верхний самый чистый, там солнце даже чувствуется, уже Бог чувствуется. Это слой благостный. В среднем это слой страсти. Там чуть-чуть какой-то просвет есть, но это только иллюзия. А нижний слой там вообще, как бы, там просто темнота. И вот этот ил. Когда человек общается с теми, кто в невежестве находится, они постоянно всем не думают, как определить, что человек в невежестве. Он постоянно глутит, недоволен, все плохое. Там, если в России, допустим, в России все плохое. В Германии, в Германии все плохое. Но ему везде все плохое. Он потому что так видит жизнь. Не то, что он не прав. Он прав, потому что он живет в невежественном слое. Там насилие, злоба, несправедливость, нарушение законов. Все там есть в невежественном слое. И он так почему живет? Потому что это его выбор. Хочешь жить вот этом? Пожалуйста. Нет проблем. Ну, может быть, человек не задумывается даже об этом. Скорее всего, просто злая судьба опускает его туда. И он дальше с этим соглашается. Начинает ныть, вопить. Он не хочет, как бы, выйти из этого восприятия. Если человек по делам, постоянно делами, делами занят, не хочет повернуть свой лиг к Богу. В природе, в клуб благостей, не хочет поехать съездить в свободное время. Значит, тогда суета захватит человека. Время все будет меньше, напряжение все больше. Потом дальше будет рушиться здоровье, рушатся отношения. Вот вы в суете живете, вы знаете, куда вы идете. Вы думаете, что вы идете к выплате в ипотеке, да? Нет, вы идете к истощению, разрушению здоровья и своей семьи. Вот к чему вы идете. И до выплаты в ипотеке, может быть, еще не дойдет время, еще не успеете. Потому что люди не могут жить без счастья. Вы в суете, как бы, счастье свое истратили, силы истратили, дальше вы не сможете быть вместе. Потому что, чтобы быть вместе, надо силы друг другу отдавать. Люди не могут как растения жить. У них есть какая-то надежда, перспектива. И они эту надежду возлагают на близких людей. Но если ты истощен, ты не можешь быть надеждой. Тогда люди расстаются. Поэтому в этом мире самое важное переключение. А переключение делает общение. Вот, допустим, я съездила там, конечно, в этот дом. Тут такой дом. Ну, походила я там по этим горам. И олени я тоже этого видела. Что ли, Геннадь говорит? Ну, что-то я ничего особо не почувствовала. Это твой выбор. Хочешь жить? Живи. Даже слово не хочу на этой лекции многородной произносить. Живи. То есть это твой выбор. Ничего не почувствовала, ничего не увидела, значит, не хотела. Не стремилась к этому. Потому что человек должен чему-то стремиться. Это называется близкое общение. Некоторые люди очень сильно стремятся. В Москве одна девушка ко мне подошла. Такая села передо мной, такая смотрит на меня. В чем смысл моей жизни? Я для чего живу здесь, на этой земле? Я говорю, вы живете для Бога? Он говорит, а что это значит? Я говорю, это значит, что мы должны к нему приблизиться. Он говорит, а где он? Я говорю, в вашем сердце. Прям вот здесь. Это значит, я уже приблизилась? Нет, нужно восприятие, менять восприятие. Сначала человек настроится на позитив. Позитив — это уже энергия Бога, энергия души. Потом дальше человек начинает любить, с любовью относиться ко всему, что достойно любви. Это еще ближе к приближению к Богу. Потом Господь начинает открываться в виде святости. Святость — это высшее проявление чистоты любви. Высшее проявление. А с низшим сознанием его не увидишь. Вот есть, допустим, святые на иконах. Ну, это же на иконах, Олег Геннадьевич. Это там было где-то раньше, а сейчас нет такого. Во-первых, и сейчас есть, и там тоже есть. Это не раньше, это есть прямо сейчас. Потому что, когда ты на икону смотришь, на изображение святого смотришь с верой, то ты наступаешь с ним в контакт. В контакт можно наступить через звук. Через картинку, через все, что угодно. Как это происходит, я вам объясню. Вот человек рисует святого какого-то, да? Он может нарисовать не точно. Но Бог знает, кого рисовали. И если человек смотрит на святого, на этого, и пытается с ним контактировать, то Бог доводит его до этого святого на тонком плане, на психическом плане. Ты попадаешь в контакт с этой личностью. Спасибо. Спасибо.